Как сэкономить на покупках на Алиэкспресс и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на Алиэкспресс и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк — это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазинах. За активацию аккаунта на сайте Letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь Letyshops.ru вы сможете выводить от 500 рублей. Letyshops.ru — быстро, удобно, выгодно. Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadgetmania, в котором мы более подробно поговорим о колонке BQ615, который нам любезно предоставил для обзора магазин tomtop.com. Итак, мы начинаем. Поехали! Дорогие друзья, не так давно, чуть меньше месяца назад, к нам пришла, а может быть чуть больше месяца, к нам пришла посылочка, в которой мы находились, есть, сейчас увидите вставочку, распаковка на канале. Пришла посылка с интернет-магазина tomtop.com, который набирает обороты в Китае. В принципе, уже достаточно много людей знают об этом магазине, и есть некоторые позиции, которые там интересно приобретать в силу низкой цены, в отличие от других мест. Итак, сегодня мы более подробно поговорим о колонке BQ615. Поставилась она нам, вот в такой, приехала в такой белой коробочке. Ничего примечательного в ней нету, но в принципе, если вы собираетесь кому-то на Новый год или на какие-то другие праздники делать подарки, будет неплохим решением. Вы просто упакуете эту упаковку, эту коробку вместе с колонкой в подарочную пленочку, и, соответственно, человек будет приятно удивлен, когда распакует и увидит там вот такую вот Bluetooth-колонку, которая очень сильно нам напомнила JBL Charge 2. С единственным минусом, что эта колонка обратно, как мы поняли, свою энергию не отдаёт. Но сразу забегая вперёд по энергоэффективности, сколько держит эта колонка по времени, я вам сейчас озвучу примерно, наверное, часов 15, 10-15, больше 10 часов музыки. Мы выжимали её часов 15, заряжали за время использования. Использовали довольно-таки часто, ходили в гости с ней, сходили по улице с ней. Заряжали раза 3-4, и нам всё это время, то есть, хватило этих 3-4 зарядок на использование колонки чуть больше месяца. Итак, сама колонка имеет вот такие вот размеры. В принципе, её удобно держать в одной руке, её удобно ставить вот таким вот образом на полку или на любую поверхность. Она не скользит, никуда не уходит, в силу того, что сама она, сами подставки сделаны из прорезиненного такого материала, который очень хорошо держится, закрепляется на поверхности, не юлозит даже в момент произведения музыки громко. И, наверное, давайте поговорим о интерфейсах, что здесь мы можем найти, и каким образом это всё соединяется с телефоном. С самого низа вы можете увидеть вот такую вот полоску, она же, скажем так, подставка для того, чтобы стояла. И в ней находится разъём для карты памяти. Можно воспроизводить файл из карты памяти. Есть клавиша включения-выключения, она такая механическая, к ней тоже никаких, в принципе, претензий нету, ложных срабатываний тоже нет. USB для того, чтобы, микро-USB для того, чтобы заряжать. И линейный выход для того, чтобы подсоединить колонку, ну, или к колонке какую-то технику по 3,5 джеку. И на одной из граней ничего нету, а на одной из граней у нас находятся вот такие вот немножко сенсорные кнопки, точнее, не сенсорные, они вмонтированы вот в этот кругляшок. Здесь у нас находится регулятор подсветки, есть кнопочки, здесь находится микрофон, потому что колонка имеет возможность использования именно как гарнитуру громкой связи. Есть переключатели play-pause и минус-плюс звук, и также одновременно перемотка следующего трека. И наверху у нас переключатель режимов, это ТФ, соответственно, карта памяти, Bluetooth, значочек это подсоединять по Bluetooth, и FM, если вы хотите послушать радио на этой колонке. Радио тоже настраивается, вы включаете саму колонку, включаете кнопочку FM, и с помощью вот этих двух замечательных, вот вам, наверное, так будет виднее, двух замечательных кнопочек, вы сможете, вот они вот так вот нажимаются, вы сможете настроить радио. Больше никаких элементов управления на колонке нет, да и, в принципе, и не нужно. Сама колонка, помимо вот этого замечательного материала в виде прорезиненной резины, в виде прорезиненного материала, еще имеет вот такую металлическую вставку, сеточку. Здесь внутри находится, соответственно, динамик, количество динамиков мы, если честно, не заморачивались. Да, и, в принципе, колонка такой недорогой стоимостью, изначально у нас было, скажем так, скептическое мнение, что, скорее всего, она не будет очень громко звучать, и звучание будет не совсем качественным. Но мы, скажем так, разубедились в этом, послушав ее, даже буквально сразу, с первого раза, после того, как распаковали, и выяснили, что звук здесь достаточно хороший для этой ценовой категории. Конечно же, это не JBL, но, тем не менее, JBL стоит 150 долларов, а BQ-615 стоит 26 долларов, если я не ошибаюсь. Итак, что мы получаем за эти деньги? Мы получаем очень качественную собранную Bluetooth-колонку. Давайте же ее уже включим, которая внешне очень неброская, есть несколько цветов. Нам понравился, конечно, черный, поэтому ее, в принципе, и заказали. Есть возможные, по-моему, расцветки другие, если я не ошибаюсь, опять же, пройдите, в описании есть ссылочка, если я ошибаюсь, поправьте, напишите в комментариях нам, какие еще есть расцветки. И она очень внешне своей подсветкой напоминает нам JBL, как я говорил, вот такой вот замечательный голос на английском языке нас информирует о том, что колоночка включена и готова к сопряжению, то есть Bluetooth включен и готова к сопряжению с любым устройством по Bluetooth. То есть у нас сейчас по телефону, только я включил Bluetooth, колонка до этого непосредственно уже подключалась к этому смартфону, и вы увидели, что буквально за несколько секунд это все произошло подключение. Для того, чтобы первый раз настроить колоночку, вам надо, соответственно, ее включить, зарядить, если она не заряжена, после этого нажать на единственный косячок здесь, то есть все думают, что вот так вот, а может быть и так правильно, но немножко, наверное, на заводе неправильно напечатали, но не стоит обращать внимание, что кверх ногами, если вот это низ, то получается здесь FM и вот эти все значки кверх ногами. Ну, суть от этого не меняется. Итак, вы включили, зарядили, включили колонку, зажимаете, держите несколько секунд значок Bluetooth, он соединяется, точнее впадает, скажем так, в режим сопряжения. Телефон ваш увидит ее как BQ615, и вы просто один раз нажимаете на телефоне, типа создать пару, и у вас создается пара, и после этого никаких проблем нет, у вас колонка уже автоматически запоминает. Делать это надо всего лишь один раз при сопряжении с каждым устройством, после этого просто она автоматически соединяется, никаких проблем нет. Сразу хочу оговориться, точнее, наперед сказать, как не получалось, но, в общем, больше, по-моему, одного устройства к этой колоночке не подсоединить. Что ж, я закрываю, вот такой вот красивый цвета здесь есть, красный, зеленый, синий, белый, и оттеночки всякие, желтые. Очень симпатично все это смотрится в затемненном помещении, если у вас выключен свет, если вы в комнате, или очень симпатично смотрится на улице, обязательно будем вместе с ней встречать Новый год, если будем выходить на улицу, соответственно, взрывать петарды и так далее. Очень будет это все гармонично смотреться. Итак, в общем, мы ее включили, подсоединили, у нас есть пара треков, сейчас попробуем вам их, соответственно, включить. Максимальная громкость на телефоне, но не максимальная громкость на колоночке. Итак, друзья, вы видите, что колоночка под такт музыки отображает, то есть идет светомузыка. Это очень прикольно, опять же, интересно, по каким алгоритмам она все делает, но нам, как пользователю, на самом деле, плевать, как она. Она все делает, она делает ей очень хорошо. Я не знаю, видите, не передаст видео, опять же, где вы будете воспроизводить этот ролик. Итак, друзья, предупреждаю, осторожно, сейчас будет громкий звук. Если я вас предупредил, отойдите от колонок или снимите, сделайте звук потише. Ну, в общем, я сейчас продемонстрирую вам максимальную громкость звучания данной Bluetooth-колонки BQ615. Поехали! Поехали! Вот такая вот у нас максимальная громкость. Если честно, на разных треках она по-разному, скажем так, звучит. Сейчас мы попробуем... Вот так вот. То есть звук достаточно громкий, чистый. Для такого размера колонки и ее стоимости не совсем понятная фирма. Звук, я считаю, очень достойный и очень, если честно, понравился. Всем, кому давал я слушать или кто слушал по своей воле или не своей воле данную Bluetooth-колонку, всем на самом деле очень сильно понравилось. И поэтому, что рассказывать еще про нее, я, если честно, не знаю. Просто на самом деле хорошая, качественная колонка, которая стоит небольших денег. Она стоит, по-моему, меньше 2000 рублей. Она достаточно долго работает от одного заряда батарейки. Она сделана из неплохих материалов. Она оснащена вот такой вот цветомузыкой. Она воспроизводит файл из флешки. В ней есть FM-радио. Я считаю, что это отличное решение за эти деньги. Поэтому наш канал всячески рекомендует ее к приобретению. Если вы хотите приобрести себе в ближайшее время Bluetooth-колонку, то, несомненно, стоит присмотреться к этому варианту. Не знаю, будут ли еще у нас Bluetooth-колонки на канале и вообще на обзорах. То есть, будем ли мы слушать другие модели. Не обязательно от этой компании. Мы обязательно вам расскажем. Но пока данная Bluetooth-колонка из тех трех, что у нас уже были. Конечно, JBL – это и JBL. Но цена вопроса решает многое для некоторых, в том числе, допустим, для нас. Эта колоночка пока в лидерах. Поэтому большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Проходите по ссылочкам в описании для того, чтобы познакомиться, где и как можно приобрести данную колонку. Также смотрите в описании ссылочки на другие интернет-магазины, где вы можете найти очень интересные товары по скидкам, распродажам и акциям. Подписывайтесь на наш Инстаграм, лайкайте наши фотки в нашем Инстаграме. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Пока-пока.